Если кратко определить, что такое биткоин, то это деньги для интернета. Это такие новые деньги, и одновременно это платежная сеть, которая работает через интернет. У человека есть фрагмент цифровой информации определенной ценности, и если кроме тебя эту информацию никто не знает, эта ценность принадлежит тебе. Подобную технологию изобретали в разное время разные люди. АНБ придумывал ее в 70-е, затем эконом-криптографы взялись за идею в 90-е. Это так называемая криптография с открытым ключом. Эта технология используется постоянно. Когда телефон клиента обменивается информацией с банком, иногда даже при пересылке смс, это неотделимая часть интернета и коммуникаций. Биткоин изобрел Сатоши Накамото. Насколько я знаю, никто никогда не видел Сатоши. Никто не знает, кто он, она или они такие. Я ни разу не разговаривал с Сатоши. Но мы общались по электронной почте и на онлайн-форумах. По словам Сатоши, он начал работу над биткоином в 2007 году. И он пару лет только убеждал самого себя, что в состоянии создать настоящую рабочую систему, которая решит задачу создания денег, которые не контролирует конкретный человек, организация или правительство. Он начал вести рассылку для криптографов, в которой писал о продуманности, о технологии, и стал получать отзывы о своей идее от людей. Кажется, в начале 2009 года он издал научную статью, в которой подробно описал эту систему. И лично он запустил биткоин. Он выпустил код системы и запустил ее в работу. Я сам криптограф, поэтому первым делом я прочел его статью. Когда ты эксперт и читаешь подобную статью, то думаешь, а неплохо. Ты понимаешь, что к такой задумке может быть полсотни претензий. Но я смотрю, тут есть ответы на все эти вопросы. Это реально качественный проект. Сатоши нашел решение ключевой проблемы, из-за которой система не заработала бы. Он решил так называемую проблему двойной траты. Если у меня есть цифровой актив, который я хочу кому-то передать, что мне помешает одновременно передать его двум людям? Ведь раз он цифровой, его легко можно скопировать. Сатоши придумал гениальную систему. Если пользователь пытается одновременно передать один и тот же биткоин двум разным людям, то все это узнают. И одна из транзакций считается действительной, а вторая просто игнорируется. Таким образом, решение проблемы двойной траты было главным техническим ноу-хау, без которого биткоин попросту бы не заработал. Биткоин в придаче дает волшебный ответ на еще один вопрос. Как группе людей, которые друг другу не доверяют, договориться о настолько точной закономерности, что на ее основе будут передаваться деньги? То есть люди, которые друг друга в глаза не видели, никогда не увидят, а только обмениваются сообщениями. И естественный ответ на этот вопрос — «Да никак! Это невозможно! Нужен надежный посредник, который всем сообщает все события, нужны сложные условия, так что система, по-моему, просто гениальна». У него явно профильное образование, потому что он написал научную статью по типу рецензируемых статей из любого научного журнала. И он явно гений. Он не только задумал эту систему, но еще и реализовал ее. Он написал для нее код, который работает. Он гений во многом, что, по-моему, редкость и просто круто. И я надеюсь, однажды с ним встретиться. Сатоши стал частью коллективного подсознания биткоина. Его именем называют всякие штуки. Это будет как узнать, кто на самом деле Санта-Клаус, если Сатоши однажды выйдет из тени. Это будет шок для коллективного разума биткоина. Недавно всплыла пачка интересных имейлов. Согласно им, какой-то криптограф 90-й разрабатывал алгоритмы, которые впоследствии превратились в биткоин. Нас очень немного, поэтому круг можно сузить человек до 30-50, кто это мог бы быть. Я не знаю, кто последним общался с Сатоши. Может быть, даже и я. В своем последнем письме я написал ему, что меня пригласили выступить в ЦРУ. Он уже говорил мне, что хочет отстраниться. Я не знаю, потому ли он больше не писал, что я сказал, что планирую визит в ЦРУ, но плюсом это точно не было. Сатоши гениально продумал стимулы, благодаря которым проверка транзакций проходит бесплатно. Проверяющим платит сама система. Оплата за обработку транзакций и проверку отсутствия двойных трат переплетена с системой создания новых биткоинов. Новые биткоины поступают на счета тем же людям, которые борются с двойными тратами. Так и появляются новые биткоины. Есть люди, которые проверяют транзакции, их называют биткоин-майнерами. За работу по проверке транзакций и борьбе с возможными жуликами они получают новые биткоины. Но приток денег должен быть ограничен. Проверка транзакций проходит быстро. Поэтому есть процесс под названием Proof of Work. Майнерам нужно обработать алгоритм, на который процессору нужно много времени. Это как тягать лотерейные билеты. Все майнеры в сети проверяют транзакции и участвуют в этой лотерее, которая случайно выдает им биткоины. В среднем каждые 10 минут кто-то в сети получает новые биткоины. В сети действует ряд законов о притоке биткоинов. И эти законы очень сложно описать простыми словами. Но если чуть упростить, получается, что каждые 4 года раздается примерно половина оставшихся биткоинов. То есть первые 4 года каждые 10 минут раздавалось 50 коинов. Следующие 4 года по 25, затем по 12,5 и так далее. Приток постепенно сходит на нет и в 2140 году он прекратится. Таким образом известно, что система создаст всего 21 миллион биткоинов. Поэтому при подсчете получится сумма в 21 миллион. Одна 100 миллионная биткоина это наименьшая расчетная единица. Сообщество назвало ее Сатоши в честь создателя. Я влился в систему, так же, как и многие мои знакомые технари. Они узнают о биткоине, и он им напоминает фантастику из детства. Ох ты, круто! Но это нереально. А потом читаешь статью и такой, ну в принципе да. А потом смотришь на исходный код и ищешь уязвимости, а их нет. И такой, ну, теперь я верю. Ну и я следил за развитием и немного майнил на компьютере, когда он мне не был нужен. Я не майнер. Я в свое время создал несколько биткоинов. Я майнил у себя на ноутбуке еще где-то в мае 2010-го. Тогда мало кто знал о биткоине. И биткоины вполне можно было зарабатывать на обычном компьютере. Но потом я посчитал, и оказалось, что я больше плачу за электричество, чем стоят добытые биткоины. И поэтому логичнее было бы при надобности купить биткоины у человека, у которого электричество дешевле, чем у меня. Окей, в системе много альтруизма. Самые первые майнеры просто хотели помочь. Для них это было круто. Просто круто. Мы много чего делаем, просто потому что это круто. Когда появился обменный курс, майнеры задумались. Как и я в 2010-м. У меня стоит много компьютеров. Они и так жрут электричество. Пусть хоть делают это за деньги. Я не знаю, на что их потрачу. Главное, что процесс приносит деньги. Майнинг пошел в рост. В 2010-м можно было майнить на домашнем компьютере и получать много биткоинов, которые сейчас стоят много. Тогда это были гроши. С самого начала были майнеры, которые с удовольствием зарабатывали с помощью своих компьютеров. И были спекулянты, скупщики, которые такие думают, это все для лопухов. Я лучше куплю эти коины за деньги, а потом придумаю, куда их вложить. Мне нравится этот план. Тогда в день выпускало 7200 биткоинов. И это было примерно 350 долларов, когда появился первый курс. Всего 5 центов. Это были первые курсы. Что ж, допустим, ты инвестор, и у тебя есть 50 тысяч долларов. Ты будешь майнить 2 года? Да не будешь ты майнить 2 года. Люди с деньгами любят меняться, а гики любят майнить. Почти ни в одной среде нет универсалов. Либо одно, либо другое. Многие экономисты ломают голову над биткоином. Для них аномально, чтобы что-то совершенно лишенное ценности, эти бесполезные строчки данных у человека на диске сумело реализоваться, пожалуй, самую дорогую в мире валюту. Этот случай, по-моему, интересная экономическая иллюстрация, на примере которой некоторым экономистам придется пересмотреть свое понимание денег. У биткоинов появилась ценность только благодаря пионерам-энтузиастам, которые верили в систему настолько, что покупали биткоины за реальные деньги. Первых известных мне покупателей биткоин заинтересовал своей демократичностью, децентрализованностью, анонимностью, независимостью от милитаристской экономики. Первым инвесторам биткоин понравился как очень твердая валюта. У биткоина ограниченная денежная масса, и это привлекает много людей, которым не нравится спонтанная допечатка денег центробанками. Поэтому, я думаю, много ранних инвесторов пришли по экономическим причинам. Если ты не технарь, но тебе интересен биткоин, тебе не нравится Бен Бернанке, тебя волнуют инфляция и гиперинфляция, ты с сомнением относишься к фиатным деньгам, вот такие не технари первыми покупают биткоины. На самом деле, всего три фактора формируют интерес к биткоину. Первый — это его децентрализованность. Второе — его анонимность, или на самом деле псевдонимность. И третье — бескомиссионность транзакций. И что интересно, разные люди заинтересовывались биткоином в разное время из-за разных элементов этих трех свойств. Первых ранних активистов биткоина заинтересовала его децентрализованность. То есть многие пришли по политическим причинам. Может, либертарианцы, которым не по душе, что какой-то госкабинет полностью управляет их валютой. И вот именно эта страсть, подогретая идеологическими убеждениями, способна превратить ничто в зачаток чего-то, собрать группу людей и создать ценность. Во-первых, люди не думают, откуда берется доллар. Что происходит, когда этот доллар тратится? Люди не думают о налогах. Все эти вещи проходят мимо сознания. Зачем о них думать, когда покупаешь пачку чипсов? Это же не важно. Но когда ты философски понимаешь все это, как мы создаем империю, откуда у Соединенных Штатов такие деньги, чтобы оккупировать столько стран, тогда ты задумываешься, какую я играю роль в этой системе, участвуя в обороте федеральных банкнот. Для многих это реализация собственных ценностей. Люди хотят мирный доллар, и для них биткоин — это то, что нужно. Затем идет вторая группа людей, которых привлекает анонимность. Во многом потому, что они, скажем, занимаются чем-то в сети, но не хотят, чтобы об этом знали другие. Всякие незаконные занятия, продажа оружия, продажа наркотиков, даже азартные игры в сети. По-моему, это абсурд, когда правительство указывает, как человеку тратить деньги, если он никому не вредит. Тот факт, что США называют себя свободной страной, которая уважает права человека, но при этом взрослый человек не может сделать ставку собственными деньгами в любимой игре, пример ужасного лицемерия. Не говоря уже о том, что государство проводит множество лотерей, в которых шанс выигрыша гораздо ниже, чем в большинстве казино. И при том, их специально рекламируют для самых бедных и неспособных понять опасность азартных игр. То есть, власть проводит государственные лотереи, но отправляет за решетку частников, которые устраивают игры с лучшим обслуживанием и в которых чаще выигрывают. Это одна из многих проблем с властями в Штатах и в других странах. Знаете, биткоин широко используется на сайтах, подобных селк-роду, на которых можно продать и купить практически все. Часть лотов запрещены в некоторых странах, но ими торгуют. Я не принимаю наркотики. Даже кофеин и алкоголь. Поэтому личного интереса тут нет. Меня интересует умение рынка решать задачи, потому что данных участников рынка исключили из традиционных банковских систем. А селк-род и биткоин предоставили им выход. Но мы также видим и других участников рынка, которых тоже исключили, но по другим причинам. Например, Wikileaks. Они занимаются политгласностью. Банки и Мастеркард прекратили их обслуживать. Налоговая служба США давит на своих оппонентов за их высказывания. И они еще удивляются, почему люди так ценят анонимность. Правом свободы слова очень трудно пользоваться, когда ты отрезан от экономики. А в случае биткоина сами деньги стали политзаявлением. Биткоин интересует много групп людей по разным причинам. У них разные взгляды по разным вопросам, они постоянно спорят. Да, некоторые считают, что сайты вроде Silk Road вредят биткоину, другие считают, что это самая тема, и именно ему биткоин обязан своим ростом. Биткоин нужно рассматривать как инструмент. Полезный инструмент используют те, кто видит в нем пользу. Как плохой человек звонит по мобильному за рулем, так же плохие люди будут использовать биткоин. Тут не нужно бояться или переживать. Но проблема этих двух групп в том, что они не так-то велики. Не так много политфанатиков, готовых перейти на новую валюту. И не так уж много преступников в сфере купли-продажи. Интересен же переход к третьему свойству, потому что бескомиссионность транзакций притягательна для всех. Все хотели бы экономить на транзакциях. У биткоина нет комиссии. И этим он притягателен для масс. Но интересно, что это и меня подкупило. Я поэтому заинтересовался. По-моему, это шанс преобразить сферу финансовых услуг. Десятки и сотни миллионов в рыночных и капитальных рисках. Если на них надавить, то это как сжать шарик. Рыночная ценность возникает в другом месте, желательно в этих новых компаниях. Задача Coinbase в целом облегчить среднему потребителю и среднему продавцу работу с биткоин. Думаю, что базовая задача здесь убедительно представить систему новичку, даже маме, и чтобы она с удобством ей пользовалась. Это как бы и есть наша цель. Что ж, когда появляется новая технология, возникает прогнозируемая череда компаний. Первая волна создает инфраструктуру, чтобы система вообще работала. И сейчас, чтобы биткоин вообще работал, нужны обменники, чтобы вводить деньги в биткоин, нужны кошельки, чтобы хранить биткоины, и нужны платежные процессы, чтобы тратить биткоины. На сегодняшний день мы на уровне инфраструктуры. Если рассматривать обычную компанию, которая принимает PayPal и кредитные карты через интернет, им это обходится примерно в 2,7%. Если сократить этот процент до нашего же 1% в Coinbase, это огромная экономия. Если у тебя операционная рентабельность 5%, и ты вдруг начинаешь экономить 2% на транзакциях, это плюс 40% к прибыли, это огромный выигрыш. Плюс и другие ситуации. Те же микротранзакции, например. У кредитки стоит минимальная комиссия в 20 центов, а здесь можно создать бизнес-модель, заплатить 5 центов, чтобы открыть всю статью. Наиболее перспективными я сейчас вижу микротранзакции. Если я сейчас захочу заплатить кому-то в сети 5 центов, это невозможно. Потому что для операции без присутствия карты, когда я плачу кредитка, это единственный вариант оплаты в сети. Я ведь не могу заплатить наличными или вставить карту в компьютер. Установлена минимальная комиссия в 30 центов плюс 2% от суммы транзакции. То есть если я прошу за услугу 5 центов, и мне это обойдется в 30, то это бессмысленно. Если помните пару лет назад, на Гаити было землетрясение. Красный Крест провел тогда компанию, отправь смс пожертвовать доллар. Это был один случай. Больше такого не было, а потому что в той ситуации все компании сняли комиссии. В остальное время комиссия есть. Если ты хочешь отправить доллар, пожертвовать на благотворительность, 30 с чем-то центов уйдет в уплату комиссии. То есть благотворительная организация получит всего 70% твоего пожертвования. Это далеко не лучшее условие. Поскольку биткоин ноль комиссия за транзакции, нет минимумов, люди могут отправлять доллар, 2 доллара, 25 центов. И деньги полностью пойдут на благотворительность. И куча таких примеров, которые могут служить вертикальными приложениями на основе инфраструктуры биткоина. Так в сфере финансовых услуг и появляются новые технологии. В сообществе биткоина есть этакая расприя между теми, кто скучает по прошлому, когда биткоин был типа плохиша в песочнице валют, и теми, кто считает, что нам пора взрослеть и активнее взаимодействовать с государствами, банками и традиционной финансовой системой. Биткоину однозначно нужно сторониться и уходить от тех ранних форматов использования, за которые его подзуживают СМИ, то есть наркотики и так далее. Чтобы система расцвела, рядовой бизнес должен понять, насколько высокая платежная эффективность возможна с биткоином. И когда в Вашингтоне наступит роковой день, потому что кто-то использовал биткоин для совершения зла, мы всем сообществом должны будем воззвать к накопившемуся благодушию всех этих компаний, которые сумели повысить прибыль на 2% или даже намного больше, у кого выросла чистая выручка, чтобы они сказали, нам нужен биткоин для работы, он нужен экономике страны. По-моему, чтобы биткоин стал фигурой и начал привлекать венчурные инвестиции, мы должны понять, что компании придется смириться с законами, принять их и действовать по ним. Это значит, что анонимности больше не будет, по крайней мере для транзакций сверх какого-то минимума, что появится определенная централизация или хотя бы доверенные посредники. Я понимаю, что среди пользователей биткоина сейчас много либертарианцев, идеологически убежденных, но с приходом инвесторов и ростом компании их процент сократится. И по-моему, это хорошо, потому что либертарианская сеть это не для большинства. Да это и не главный аргумент. Главный аргумент биткоина это экономическая свобода для людей по всему миру. Венчурные инвесторы не единственный источник капитала, особенно на биткоин рынке. Очень много людей при деньгах, у которых интересы совпадают с ценностями биткоина. И они вкладывают куда хотят. Я думаю, чтобы биткоин пошел в массы, госрегулирование необходимо, потому что средний пользователь поверит системе и начнет пользоваться ей, только когда почувствует, что как-то защищен. Отчасти пониманием биткоина, отчасти участием федеральных структур. Биткоину для легитимизации не обязательно привлекать федеральные структуры, но это будет лишний гарант качества, от которого людям будет спокойней. В Америке нужно жить по американским законам, как и в любой другой стране. И мы видим группу предпринимателей, которые говорят, нет, раз есть базовые правила, мы подчинимся. Потому что потенциал, который нам дает это подчинение, достаточно велик, чтобы оправдать уступки и траты. Да и уступки не так уж и велики. Скажем, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями хочет пресечь отмывание денег. Хорошо, я не буду зарабатывать на отмывании денег. У меня нет такой цели. Моя цель — зарабатывать на пакете легальных пользовательских нужд. Это гораздо больше рынок. Поэтому, если в каждом случае разобраться в мотивах госрегулятора, подчиниться ему, да, могут быть расходы, да, понадобится время, но тебе откроется куда больше рынок. Все, что связано с деньгами, правительство Соединенных Штатов постарается взять эту сферу под контроль. Не скажет и льву не рвать жертву. А именно это власти США и делают с пользователем, с гражданином, с человеком. Они крадут и рвут из рук. Поэтому это естественно, что они постараются взять биткоин под контроль. Мне кажется, ошибочно считать, что штаб-квартиры лидеров биткоин-экономики будут в Америке. Потому что в Америке одна из самых деспотичных систем финансового регулирования на большей части земного шара. Поэтому открывать финансовую компанию при возможности перенести бизнес в более благоприятную страну, плюс тот факт, что биткоин работает повсюду, то есть штаб-квартира может быть где угодно, а обслуживание по всему миру. Открываться в Штатах будет себе во вред. Да, многие открываются в Штатах, потому что на начальных этапах здесь проще привлечь венчурные инвестиции. Но у этих компаний появится масса препятствий, когда власти поймут, что биткоин — это реальная угроза их собственной валюте. Правительство не потерпит на своей территории энтузиастов этой системы. Я скорее на стороне тех, кто считает, что нам нужно сотрудничать с банками, госкомпаниями и традиционными системами. Может, я немного консервативен, но мне кажется, что нам есть чему поучиться у традиционной денежной системы. И им есть чему поучиться у нас. У них сотни лет опыта хранения денег в банках, и для биткоина это очень важно. Потребитель придет в фирму, посмотрит, такой, ага, есть сертификат от Bitcoin Foundation, есть всякие стандарты качества в этой сфере, все лицензии на месте. То есть можно не бояться, что Министерство внутренней безопасности конфискует деньги со всех счетов. Мне это подходит. Так что потребителям это понравится, большинству потребителей. Ветераны-криптоанархисты будут против, категорически у них будет по-своему. И это нормально, но подавляющее большинство клиентов этих фирм выиграет. У сообщества людей, которые подняли биткоин на ноги, другие ценности, нежели у тех, кто приходит в биткоин сейчас и понимает, что выход биткоина на широкий рынок потребует каких-то мер. Поэтому налицо борьба идей и идеалов. Люди при деньгах обычно берегут свои деньги, а наибольшая угроза для них это вероятность, что государство их отнимет. На каком основании, если оно посчитает, что ты где-то пошел против его указаний. Поэтому неудивительно, что инвестиционные компании и богатые люди, по крайней мере, внешне поддерживают закон, кому охота вредить себе, впав в немилость правительства. Я за госрегулирование. Я считаю, что это решение. У меня инвесторы, которые вкладывают только в лицензированные финансовые компании. У них в этом есть опыт. Правила игры простые. Подчиняйся умно, подчиняйся так, чтобы все были в выигрыше. Давать ли провайдерам кошельков право работать в роли банков без лицензии и контроля? Конечно нет. Но по природе биткоина, если хочешь так работать, работай. Ни один известный мне орган тебе не помешает. Если это мелкий бизнес. Если человек готов доверить кому-то свои деньги, не вопрос, пускай, но чтобы крупная организация работала вне закона и тем самым вредила всему сообществу, тут я против. Так что регулирование нужно. Люди говорят, что это наше будущее. Потому что этот их бестолковый инстинкт взять валюту под контроль и подразумевает, что они понимают, биткоин это надолго, это большие деньги. Но эту тему обсуждают, есть анархисты. Была активная переписка в Твиттере. И главное тут, что биткоин не регулируем. Он не централизован. И им можно пользоваться совершенно анонимно. Можно никому не сообщать, чем ты занимаешься в свое личное время, если пользоваться биткоином. И регулирование, которого многие так хотят, сократит энтузиазм насчет биткоина. И может быть, даже ему навредит. Я, как увлеченный криптоанархист в прошлом, восхищаюсь. Биткоин это просто офигенно, потому что кардинально меняет правила игры. Кто угодно может отправить любую сумму, кому угодно, где угодно и в любое время. Эти деньги нельзя арестовать, конфисковать или заморозить никаким образом. Но я также понимаю, что крупные богатства можно создать только с разрешения правительства. А поэтому, как инвестор, как венчурный вкладчик, я связан федуциарными обязательствами. В связи с этим, меня интересуют правила, по которым будут работать мои инвестиции и основатели компаний. Потому что тогда я буду знать, что мой основатель поступит так-то и не сядет за это в тюрьму, а инвестиции не арестуют вместе с компанией, и мой вклад не пострадает. Налицо легкий парадокс, но в целом эти меры позволят легитимировать биткоин и сделать его массовым платежным инструментом. Компании, которые работают с биткоином, можно регулировать, но саму подлежащую систему технологию регулировать невозможно. По причине ее криптографической, математической пир-ту-пир природы. Поэтому максимум, что может правительство, это постараться не нанести лишний вред. Посмотрим, что из этого выйдет. Будет очень интересно. Неважно, хочет правительство регулировать биткоин или нет. Завтра появится новый биткоин или что-нибудь еще. Это неважно. Им это не по силам. Это будущее. Зачем с ним бороться? У биткоина много путей к успеху. Моя задача, как главного разработчика, сосредоточиться на основном коде, чтобы сеть биткоина продолжала безошибочно обрабатывать транзакции и оставаться нейтральным к будущему биткоина. Лет через 10 биткоина, скорее всего, не станет, просто потому, что большинство новинок терпит крах. Поэтому все участники должны понимать, что завтра биткоин может исчезнуть навсегда. С учетом этой мысли, если он не рухнет и продолжит работать и расти, то со временем заместит большую часть мировой финансовой системы. Он полностью изменит привычки передачи и хранения денег, понимание ценности, отношения граждан с властями, с продавцами и между собой. Появятся новые удивительные способы использования денег, о которых сейчас никто и не помышляет, как с появлением интернета никто не представлял всех его возможностей. Поэтому глупо пытаться строить точные прогнозы, однозначно лишь, что изменения будут кардинальные, и когда мы осознаем, что произошло в столь малый срок, мы подумаем, блин, до чего эти результаты очевидны. По-моему, это лучший денежный протокол в интернете, и когда через 20 лет компьютеры будут обмениваться ценностями с помощью биткоина или его наследника, будет как сейчас. Наши технологии ведь почти не обмениваются ценностями, а через 20-30 лет это будет нормой. Можно будет зайти в сети и заплатить чуть больше за скоростной интернет, и компьютеры будут обменивать одну ценность на другую сотнями способов постоянно. В центре этого будет биткоин. Если биткоин закрепится, я подозреваю, что он станет невидимым для потребителей. Точно так же, как люди не задумываются о платежных системах. Биткоин станет невидимым и прозрачным. Человек просто будет знать. Заплатил пенни, прочел статью на планшете. Он не задумывается, что это биткоин, потому что биткоин будет для него невидим где-то на заднем плане. Это будет инфраструктурная система. Мне кажется, нам предстоит фаза централизации, потому что биржи естественным путем монополизируют сеть. Но это пройдет, и биткоин-экономика будет поддерживать сама себя. И там уже проблем быть не должно, потому что биткоин создавался как децентрализованная пир-ту-пир валюта. И, ну знаете, у меня нет дара предвидеть будущее. Так что я могу ошибаться. У биткоина есть потенциал стать подрывной валютой, и это прекрасно. А может быть, это пустое треп. Знаете, пожилая соседская пара может платить биткоинам. Сейчас они платят долларами. Человек ведь не всю свою историю пользуется бумажными деньгами. Деньги принимали много разных форм. Доллар ведь не с небес. Моисей не спустился с горы и сказал, «Вот, будем использовать доллар». Нужно полнее воспринимать концепцию денег. Я думаю, новая эпоха математических денег найдет все ошибки биткоина и исправит их. Может быть, лайткоин или биткоин 2.0. Мы продолжим воплощать требования и нужды рынка. Мне кажется, биткоин вырастет до масштабов, когда, может быть, 5% всех денег будет в биткоинах. Если так сложится, это будет рабочий капитал, с помощью которого фирмы будут приходить на этот рынок и работать в мире бескомиссионных операций. Не обязательно вкладывать туда весь капитал. Пусть это будет один из удобных методов оплаты услуг фирмы. Биткоин может прорваться в других странах, например, в Зимбабве, где недавно был скачок гиперинфляции. Может, они откажутся от ставшего их валютой американского доллара. Может, такая криптовалюта, как биткоин, будет рациональным выбором национальной валюты. Это возможно. Я не знаю, что будет. Моя задача — сосредоточиться на механизме, благодаря которому эти преобразования могут произойти. Я думаю, в ближайшие 5 лет биткоина будут очень интересными. Надеюсь, люди оценят тот риск, на который мы идем сейчас, у самых истоков, потому что сейчас большинство смеются. Переведено и озвучено на студии Рамбл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин